Всем привет! Вы на канале Вкуснотома и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня видео будет проходить не совсем в привычной обстановке. Дело в том, что и блюдо у нас сегодня необычное, на костре. Я давно обещала своим подписчикам в группе ВКонтакте, что приготовлю это блюдо, а именно казан-кебаб. Для приготовления нам понадобится баранина, 2,5 кг, это задняя ляжка, 1,5 кг картофеля, 15-20 штук среднего размера, 1 стакан подсолнечного масла, 1 столовая ложка соли, 0,5 чайной ложки перца, зира 1 столовая ложка и 2 стакана воды. Так как блюдо это восточной кухни и готовят его в основном мужчины, баранина нарезается довольно крупными кусками. И для начала мясо нужно замариновать. Добавляем немного соли, перца и часть зиры. Чтобы зира отдала свой аромат, ее лучше протереть между ладонями. Перемешаем баранину и оставим ее мариноваться на час-полтора. Готовить казан-кебаб сегодня я буду на улице, в казане на открытом огне. Но также это блюдо вы можете приготовить у себя дома в глубокой сковороде. Выливаем масло в казан и нагреваем его на сильном огне. Мясо опускаем частями в раскаленное масло и помешиваем. Обжариваем его на сильном огне до румяной корочки. Тогда оно будет нежным и сочным внутри. Итак, наше мясо зарумянилось и теперь его нужно выложить. После этого отправляем наш картофель в кипящее масло. Добавляем немного соли и перца. И постоянно помешиваем картофель, чтобы он обжарился до золотистой корочки. Прошло несколько минут. Картофель зарумянился. Добавляем к нему мясо и перемешиваем. Добавляем 2 стакана воды и оставшуюся столь и перец. Мясо желательно поместить на дно казана. Сверху раскладываем картофель. Теперь накрываем крышкой и оставляем томиться на медленном огне примерно на час-час 15. За 10-15 минут до готовности добавляем оставшуюся зиру. Также перетираем ее в ладонях. Все, наш казан-кебаб готов. Его можно сервировать и подавать к столу. Мясо режется легко. Получается оно очень нежным и вкусным. И буквально тает во рту. Вот такое сытное и очень вкусное блюдо получается по этому рецепту. Я прошу строго меня не судить, особенно тех, кто готовит это блюдо с детства. Но я поделилась с вами рецептом казан-кебаба, так как готовлю его я. Я надеюсь, он вам понравился. Если это так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, тогда вы не пропустите мои новые видео. Также пишите мне комментарии и заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Ссылочки я оставлю в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Приятного вам аппетита! Пока!